На лёд, но без коньков. В Тольятти прошёл финал зимнего чемпионата мира по мотоциклетному спорту среди мужчин. 7 стран, 21 гонщик. На мотоарене Автограда сошлись сильнейшие спортсмены планеты. Кому улыбнулась удача и как показали себя фавориты в нашем материале. Старт, вираж. Гонщики буквально прижимаются ко льду. Малейшей ошибкой поворот может стать последним в заезде. Чтобы удержаться требуется высочайшее мастерство. А на трибунах более 6 тысяч зрителей. Нравится всё. Санкт-Петербург, гонки, скорость, трёх моторов, райпена. Это всё заставляет приходить сюда, смотреть, болеть за команду. Заставляет чувствовать себя счастливее. Я первый раз на таком мероприятии. Очень понравилось, интересно. Дух захватывает. Вот смотришь, действительно, прям вот таких эмоций. Никакой вид спорта на меня, допустим, не произвёл таких впечатлений. Это 39-й мировой турнир. Заезды командные. Наша сборная считалась фаворитом. Всё-таки в копилке 38 побед подряд. Однако соперники боролись до последнего. И сдаваться просто так не желали. Иностранные гонщики прогрессируют. Это однозначно я могу сказать. Потому что мы видим борьбу, видим, ребята навязывают. То есть они не каждый, не каждый. Но сегодня появились новые имена, которые навязывают достаточно серьёзную борьбу. Сборная России традиции не нарушила. 39-я победа также за нами. Гонка прошла очень напряжённо, потому что ребята из Швеции очень хорошо подтянулись, очень хорошо навязывают борьбу. Вот она, золотая медаль нашей команды. Конечно, огромное спасибо болельщикам всем за поддержку. Они добавляли силы, энергии нам. И, конечно, нашим механикам. То, что техника провела хорошо, не было никаких поломок, проблем. Турнир прошёл на высоком уровне, без серьёзных травм и поломок. Это неудивительно. Тольяттинский стадион – один из лучших в мире. А клуб «Мегалада» при поддержке правительства Самарской области провёл не один престижный старт. Поэтому и летний турнир также пройдёт в Автограде. Руслан Шарипов, Дмитрий Овчинников, Александр Дудко. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии.